МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...которые дают свои оценки событий, состояний, процессов, происходящих во внешней, во внутренней политике в мире и в России. И сегодня у нас в гостях известный политолог, аналитик Сергей Михеев. Давайте сегодня с ним обсудим вопросы текущей недели. Доброе утро, Сергей Александрович. Здравствуйте. Кстати, стала хорошей традицией встречаться с вами примерно раз в месяц. Я предлагаю эту традицию как-то продолжить. Поддерживаю. Вопрос первый. Достаточно много наших телезрителей в Крыму, которые смотрят нашу программу, они задают вопросы о усиливающемся напряжении в мире. Все понимают, что мы приближаемся к выборам президента Соединенных Штатов Америки. Это знаковое событие, такое рубежное для всего мира. Понятное дело, у нас долго был однополярный мир. Однако люди спрашивают, что будет. Будет ли обострение? Будет ли обострение в Сирии, на Украине? И просят дать оценку общего состояния дел, ну вот, на конец октября 2016 года. Где мы находимся? Что происходит в Сирии? Что происходит на Украине? И, собственно говоря, что людям сказать относительно картинки будущего? Ну, если так совсем по-простому, мне кажется, многие люди стали бояться ядерной войны. Я думаю, что ядерной войны не будет, по крайней мере, в обозривом историческом будущем. Я надеюсь, что все-таки мы до этого не дойдем. По одной простой причине. Дело в том, что западная цивилизация, которая, собственно говоря, эту войну может развязать, для нее главным, так сказать, тезисом для собственных граждан является предсказуемое будущее, повышение благосостояния, развитие, ну и вот все вот эти мантры, о которых они говорят. Любая крупная война абсолютно неизбежно обрушит Запад в руины. Может быть, даже Запад сможет по итогам этой войны сказать, что он победил. Но то, что он будет лежать в руинах, это однозначно. На самом деле, для западной цивилизации это тоже будет полным крахом. То есть, никакой возможности держать безболезненную и легкую и быструю победу у Запада нет. По этой причине, я думаю, что западные политики все-таки удержатся от кого-то слишком крайнего обострения ситуации. То есть, на мой взгляд, той войны, которой всех пугают, все-таки не будет. Я думаю так. Это если совсем по-простому. Теперь, если немножко более развернуто, то можно выделить две тенденции. Первая тенденция такая сиюминутная, тактическая, о которой вы говорили. Это напряженность, которая повышается в отношениях между Россией и Западом, в отношениях между Западом и некоторыми другими странами, например, Китаем. Она, несомненно, связана с выборами президента Соединенных Штатов Америки. Эти выборы действительно очень интересные. На мой взгляд, здесь проявилось сразу столько деталей, которых очень долгое время мы в американском политическом процессе не видели. И, кстати говоря, эти детали являются неким следствием внутренних напряжений в американском обществе. Если раньше многие внутренние конфликты удавалось американцам загонять внутрь, то теперь они вылезли, причем в публичном формате, вот такой напряженной избирательной кампании. Но первое, что наиболее интересно, это то, что впервые, мне кажется, с начала века возродился этот спор между глобалистами и, скажем так, условными консерваторами-изоляционистами Соединенных Штатов Америки. Потому что известно, что в начале века концепция Америки как острого благополучия, который со всеми воюет, сменилась на концепцию глобального влияния. Но в конце 19-го, в начале 20-го века происходила основная трансформация, вот, и весь 20-й век американцы провели под лозунгом глобального доминирования. Сегодня впервые за много-много десятков лет Трамп, по крайней мере, частично на этих выборах озвучивает идеи Америки для Америки. То есть Америка должна заниматься в первую очередь собственными делами и решать свои проблемы через другие инструменты, а не через глобальное доминирование. Потому что глобальное доминирование стало нести слишком большие риски и нагрузку на американскую систему. Это беспрецедентно. Кроме всего прочего, Трамп фактически выступил против правящего класса, то, что в Америке называется истеблишментом. И это вытащило на поверхность сразу огромное количество всевозможного грязного белья. За неимением времени мы здесь анализировать это дело не будем. Но смысл вот в чем. Внутренний конфликт на этих выборах в Америке, американских, достиг невероятного напряжения. Так вот, это напряжение сказывается и на внешнем контуре. Скажем, демонизация России связана в первую очередь с тем, что у кандидата от истеблишмента, отправящего класса, Хиллари Клинтон, не хватает ресурсов одолеть Трампа на внутренней площадке. То есть на внутреннем поле. Хиллари проигрывает Трампу. Трамп сравнялся с ней по показателям. Это очень интересно. Несистемный кандидат фактически сравнялся со системным по процентам. И в этой ситуации американский истеблишмент не придумал ничего интереснее и новее, чем реанимировать внешнего врага. И бросить тему внешнего врага на полную катушку в избирательную кампанию. И это повышает напряжение и в отношениях с Россией, и в отношениях со многими другими странами мира. Опасно здесь вот что. Проблема здесь вот что. Проблема в том, что именно потому, что Америка избрала такой тип глобального лидерства, который мы видим, на мой взгляд, порочный и авантюрный. Именно поэтому все мы, весь мир фактически является заложником избирательной кампании, то есть внутренней политики в США. И вот это является еще одним крайне негативным, так сказать, моментом нынешней избирателя кампании. Вот этот тактический момент, он несомненно присутствует. Я думаю, что после выборов президента, независимо от того, кто станет президентом, даже если станет Хиллари, все-таки я надеюсь, что уровень напряжения, он несколько спадет. Потому что даже Хиллари вынуждена будет начать отделять вот эту всю эту предвыборную риторику кошмарную, да, от того, от тех реальных действий, которым она должна, так сказать, руководствоваться. Это первое. А второе, более долгосрочный такой тренд. Ну, действительно, существует проблема вот этого самого глобального лидерства. Американцы, это глобальное лидерство в сравнении с 90-ми годами явно выпускают узрок, потому что, ну, они не боги, да. И весь мир – это очень сложная система, и контролировать ее полностью, ну, крайне тяжело. И даже американцев с союзниками не хватает ресурсов. В этой ситуации, в этой ситуации, чтобы подтверждать свое глобальное лидерство, американцы вынуждены все чаще прибегать к более резким методам, более грубым, таким геополитическим моделям, и не только в отношениях с Россией, но и в отношениях, там, с Китаем, с некоторыми другими странами мира. Это, в общем, грозит стабильности. То есть, есть повышение уровня напряженности тактическое, связанное с избирательной кампанией в США, а есть более долгосрочное, связанное с тем, что американцы, на самом деле, сталкиваются с проблемой удержания этого глобального лидерства, а это очень сложно. То есть, в принципе, конечно, такой фон напряженный, но я думаю, что все-таки хватит мудрости, чтобы, так сказать, не довести дело, по крайней мере, до крайности. Хотя в этой ситуации, конечно, повышается риск фактора личности. Почему вот по поводу Хиллари все так, так сказать, нервничают, ну и, скажем, эмоциональный фон высокий? Потому что это женщина, так сказать, пусть на меня женщины не обижаются, а у женщины, несомненно, эмоциональное восприятие, очень часто перевешивает, рациональное. И, кроме всего прочего, она хочет доказать, что она будет круче любого мужика на посту президента США. И, ко всему прочему, она действительно испытывает личную неприязнь к конкурентам Соединенных Штатов Америки, в первую очередь, к России. То есть, повышается фактор непредсказуемости в личностном плане. Понятно. Я хочу коснуться вот какого нюанса. Это даже скорее нюанс. Вот с точки зрения политической борьбы внутри политической Соединенных Штатов Америки, вот проходят дебаты, уже прошел третий тур дебатов. То, что произошло на дебатах, мы узнаем, мы там не были, мы узнаем при помощи СМИ. И практически все СМИ во всем мире приписывают победу Хиллари, как это ни странно. А в интернете проходит информация, что все не только с точностью до наоборот, а с точностью до наоборот в десятки раз. Вот как вы думаете, вот это отображение образа процессов, происходящих в Америке, насколько оно может повлиять на исход, во-первых, избирательной кампании, и на исход того, с чем столкнется мир после 11 ноября. Не можем ли мы каким-то образом влиять на то, чтобы образ, формируемый СМИ, все-таки был более-менее приближенный к тому, что там на самом деле произошло? То есть вот о расхождении. Ну, сначала первое, по поводу фактов. Но сами дебаты мы можем наблюдать почти что в прямом эфире, поэтому тот, кто хочет, тот, кто знает английский язык, может смотреть и ставить собственные оценки. Я думаю, что Трамп все-таки отстает немножко от Хиллари, и, кстати говоря, это признает даже руководитель избирательного штаба Трампа. На мой взгляд, вот на взгляд, так сказать, человек, который тоже проводил не одну избирательную политическую кампанию, у Трампа есть слабые места, очевидно, и он на некоторых моментах просто откровенно буксует. Вот, поэтому я не думаю, что он там в десятки раз обгоняет Хиллари, или вообще ее серьезно обгоняет. Я думаю, что разница, если есть, то она исчисляется плюс-минус 10%. Другое дело, что просто в формате выборов эти проценты могут стать решающими. Это первое, да, по факту, что называется. Второе, что касается средств массовой информации, да, действительно, средства массовой информации в Америке, но это отмечают все, действительно сорвались с цепи, это одна тоже, одна из деталей вот этой избирательной кампании, не характерная для прошлых выборов. Повышение накала борьбы, внутреннего конфликта совершенно четко и сразу выявило вот всю фальшь по поводу свободы пресса. 80%, 90% крупных американских средств массовой информации заряжены против Трампа, и они формируют картинку. Они понимают, что делают, потому что это известный психологический феномен, даже если вы, посмотрев дебаты, решили, что выиграл Трамп, но если вам из 100 мест скажут, что он проиграл, вы тоже будете считать, что он проиграл. Не все, но многие. То есть 8 человек из 10 или 7 из 10, они вполне внушаемы и действительно могут менять собственную точку зрения или бояться ее высказать и действовать просто, так сказать, по общему тренду. Третье, что касается того, можем ли мы что-то изменить в этой ситуации, но, к сожалению, я думаю, что мы практически ничего не можем, ну, серьезно изменить в этой ситуации. Да, конечно, мы должны максимально объективно оценивать эту картинку, мы должны предоставлять собственную аналитику, свой взгляд на вещи, но средств повлиять на мнение американского избирателя у нас очень немного. Russia Today – единственная компания, которая там может действительно доносить на понятном для американского обывателя языке нашу точку зрения, но переоценивать ее влияние, ее охват, я думаю, не стоит. Это, в общем-то, речь идет о десятых долях процента, не более того. Поэтому, несомненно, одна из сил американцев, одна из их сильных сторон состоит в том, что они монополизировали систему подачи информации, причем, ну, в США это вообще однозначно, но и во всем мире, потому что весь мир же читает фактически версии именно американских или близких к американским информационных лент, а потом уже только интерпретирует информацию. Несомненно, это очень серьезно влияет на все политические процессы, потому что на выборы США вообще-то, так сказать, в первую очередь. Спасибо. Давайте перейдем к внутренним вопросам Российской Федерации и, прежде всего, конечно, Республики Крым. На этой неделе Всероссийский Центр Исследования Общественного Мнения сделал опрос мнения крымчан относительно отношения к региональной власти и главе республики. И там показались, в общем-то, достаточно высокие цифры. 79, там, с небольшим процентом, например, поддержка главы республики. Кстати, я вспомнил, что еще в начале года в Севастополе перед выборами, в общем-то, еще в те времена, делались опросы примерно такие. Они, кстати, не очень афишировались. И оказалась достаточно интересная ситуация, что жители Севастополя, как субъекта федерации, вдруг Аксенову дали очень высокие цифры рейтингов. Там тоже прибыло примерно 80%. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что прям вот все тут радужно и все хорошо. И очень много в интернете есть там сообщений критических по тем же самым темам, по которым задавались вопросы. Мусор, дороги и так далее. Вот в этой ситуации хочется расставить акценты, причем именно с точки зрения устойчивости управления. И с точки зрения того, как вы из центра видите вот этот расклад сил и вот эти вот, собственно говоря, рейтинги. Насколько из Москвы, из центра, с материка, тем более вы имеете достаточно близкий контакт и с главой республики, у вас все равно больше инсайдерской информации. Вот дайте оценку этим исследованиям именно с точки зрения интересов Российской Федерации и устойчивости управления. Ну, я начну, так сказать, со второй части вашего вопроса по поводу того, как это видно из центра. Из центра, как и в отношении многих других регионов, это видно достаточно понятно. Вообще, конечно, взгляд из Москвы на ситуацию в регионах, он укладывается чаще всего в такие достаточно крупные схемы, где ситуация видна в крупных деталях. И вот, что касается Крыма, то ясно простая вещь. Аксенову в течение вот тех лет, которыми он руководит Крымом, удается решать основные, наиболее крупные задачи. Это первое. Второе. В целом, он устраивает федеральный центр по основному ряду позиций, несмотря на какие-то, так сказать, трения, которые возникают с федеральными оргами власти по частным вопросам. И третье, если честно, из центра не видно альтернативы Аксенову и по политическим, и по деловым, и по личностным характеристикам. Вот все довольно просто. И в центре достаточно часто именно так принимаются решения. Пусть на меня никто не обижается, но нет возможности, да я считаю, не очень целесообразным, вникать, знаете, в тонкие нюансы каждой провинциальной души. Потому что иначе само по себе управление центральное, оно начнет сыпаться, рассыпаться на части, как пазла, так сказать, как вот такая какая-то мозаика. Поэтому из центра пока все, на мой взгляд, достаточно понятно и однозначно выглядит. Это первое. Второе. Что касается первой части вопроса по поводу ситуации. Ну а никто, опять же, по поводу взгляда из центра, никто, собственно говоря, иллюзий никаких и не питает. Никто не считает, что в Крыму все прекрасно. В конце концов, я обращу внимание, что президент постоянно посещает Крым. Сейчас опять он будет в Крыму на Ялтинском форуме Народного фронта. Информации о том, что происходит в Крыму, вполне достаточно. Все прекрасно понимают, что есть трудности, связанные и с переходным периодом, есть трудности, связанные с кадровым вопросом, есть трудности, связанные с моментами неэффективности управления. И здесь иллюзий никаких нет. Но вопрос в том, насколько это критично и возможно ли вообще избежать каких-либо ошибок, проблем и трудностей. Я думаю, что это невозможно. Возьмите ситуацию в любом другом регионе Российской Федерации, и там вам тоже из интернета вывалят ворох проблем, начиная, так сказать, от каких-нибудь свалок, заканчивая сплетнями по поводу того или иного местного чиновника. Иногда, может быть, даже и не сплетнями. Вопрос в том, что по балансу результатов, я считаю, что Аксенов на сегодня оптимальный руководитель для Крыма. И я тоже лично, скажем, на данный момент не вижу особой необходимости обсуждать его кандидатуру в этом плане. Считаю, что эффективность управления оставляет желать лучшего по ряду направлений, но в целом она, несомненно, достаточно высокая. И об этом это свидетельствуют и как раз все эти опросы. Потому что даже если вычесть статистическую погрешность, все равно рейтинг доверия очень высокий. Это очень редкий случай по регионам России, чтобы рейтинг был такой. И с точки зрения доверия федерального центра. Если говорить о Севастополе, то я тоже не вижу, честно говоря, причин для севастопольцев как-то негативно оценивать Аксенова. Вот эти все ваши там какие-то местные региональные интриганские войнушки в интернете. Ну, вот опять же из Москвы все это так смотрится. Ну, как-то достаточно все это кисло выглядит. И в этом большого смысла не наблюдается. Я еще раз говорю, я не вижу причин, серьезных причин, например, жителям Севастополя как-то отрицательно относиться к Аксенову. И я думаю, что то, что они на предыдущих опросах оценивали достаточно высоко, он говорит само за себя. А все остальное, все остальное, это поймите, это издержки политического процесса. Что касается интернета, там большое количество людей, а, плохо разбирающихся в вопросе, б, идеалистически настроенных, и, в, к сожалению, иногда просто не вполне адекватных. И они свои, в общем, ну, такие достаточно ограниченные представления о действительности начинают выдавать за якобы рабочую формулу процесса. А процесс политический и управленческий, он всегда очень сложный и всегда сопровождается огромным количеством проблем в любой стране мира, в любом регионе и так далее. Идеала просто не существует. Спасибо. Давайте перейдем к вопросу, который будоражит наших соседей после берлинской встречи в нормандском формате, когда Владислав Сурков, который, ну, входит в санкционный список, тем не менее оказался на территории Европейского Союза. И очень многие, ну, украинцы, особенно политические украинцы, профессиональные украинцы подняли истерику, и вдруг ни с того ни с сего появился, ну, как бы, вброс, связанный с тем, что взломали его переписку. И в очередной раз ударили по его фигуре, которая, ну, мы все знаем, что он встречается, он является членом переговорной группы с Викторией Нуланд. И, в общем-то, в Украине сейчас истерят об очередном взломе переписки Владислава Суркова. Вот это информационная война. Наша программа называется «Информационная война». Как вы считаете, ну, во-первых, почему человек из санкционного списка оказался в Германии? Это действительно очень интересный вопрос, даже на уровне домохозяек. И второе, почему в очередной раз Украина активизировала свою истерику в отношении Российской Федерации? Ну, во-первых, по поводу Суркова в Берлине. Ну, как известно, на государственные визиты никакие санкции не распространяются, даже с чисто, так сказать, такой точки зрения международной практики, да, и дипломатической практики. Это раз. Во-вторых, то, что Путин демонстративно, значит, посадил Суркова рядом с собой на переговорах перед всеми камерами, говорит о нашем отношении к этим санкциям как таковым, мы считаем их бессмысленными, бесполезными. И, в общем, абсолютно непродуктивными. Это второе. То есть, ну, выражено определенное презрение к европейским санкциям, и я здесь эту позицию полностью разделяю. Очень хороший информационный ход, да. Да, меня, например, тоже не пускают в Европу, но я думаю, что это от слабости и глупости, и не более того. Хотя, конечно, не сравниваю себя ни с кем, но, тем не менее, это от слабости и глупости все эти санкции, от неспособности другими путями решить вопросы, предотвратить те конфликтные ситуации, которые возникли, в том числе в отношении между Россией и Европой. Дальше, по поводу вот этих вот скандалов. Ну, это скандал, честно говоря, только на Украине, потому что все это вот бурление, да, оно происходит именно там, и здесь особо никого не волнует. Почему? Потому что, во-первых, никто не знает, взломан ли почтовый ящик Суркова или нет, был ли это действительно его почта или все это, не более чем инсценировка, которую как раз в том числе на Украине слепили для того, чтобы перед европейцами дискредитировать фигуру Суркова. Вот они так были возмущены появлением Суркова, что давайте срочно слепим какой-нибудь жуткий скандал и, значит, европейцам подкинем информацию, чтобы показать им, как они были неправы и вообще, так сказать, что они зря пустили Суркова. Это все напоминает такой, знаете, злобный детский сад. Вообще, Украина мне напоминает такой детский сад злых подростков. Вот, знаете, подростки могут быть очень злыми, жестокими, страшно агрессивными, но при этом в голове у них, в голове у них там уровень развития, он такой 12-14-летний в лучшем случае. Вот весь политикум Украины напоминает мне вот таких вот недоразвитых, злых подростков. И поэтому они думают, что если они сейчас вот, значит, большому пацану, так сказать, или какому-то там пахану авторитету скинут какой-то компромат и скажут, ну что ж вот так вот с нами-то, так сказать. Вот смотрите, вот он какой плохой. Это будет здорово. А это ничего, кроме их ущербности, зависимости и комплекса неполноценности не доказывает. Поэтому я говорю, не факт вообще, что они взломали почту Суркова. Может, они вообще все это выдумали. И дальше. Да, Сурков является советником Путина именно по вопросам Украины, по вопросам ситуации на Донбассе. А что, это был для кого-то секрет, что ли, я не знаю. Я, может быть, сейчас какую-то государственную тайну выдаю, но вообще все об этом знают. Он является главным человеком, который, собственно говоря, вот и консультирует и главу государства, и занимается вопросами Украины и Донбасса, плюс еще Абхазии и Южной Осетии. В этом нет никакого секрета ни для кого. Может быть, для украинцев это какой-то секрет. Но в таком случае меня очень удивляет вообще и способности по добыванию информации. Да, Сурков является советником. Поэтому он участвует в переговорах с НЛОН, поэтому он участвует в переговорах в Минской группе, поэтому он сидел рядом с Путиным. В чем здесь сенсация? Не очень понимаю. А то, что мы поддерживаем Донецкую и Луганскую Народные Республики, в этом тоже никакого секрета нету. Я считаю, что это правильно. Не то, что Сурков к этому имеет отношение. Да, он имеет к этому отношение. Еще раз говорю, где здесь секрет? Что за бурление такое? Мне не очень понятно. И вообще все это следствует, еще раз говорю, не более чем о такой внутренней закомплексованности украинского политикума и их позиции крайней зависимости. Ведь они сами себя поставили в ситуацию зависимости от мнения Запада, причем абсолютно безраздельно. А теперь им не нравится то, что Запад не соответствует их ожиданиям. Но дело в том, что по-другому быть не могло. Уровень квалификации украинских политиков и экспертов, к сожалению, низкий уровень квалификации, не позволил им адекватно оценить ситуацию, которая складывается на Украине и вокруг нее. Не позволил им адекватно оценить позиции и намерения Запада. Не позволил им адекватно оценить способность России к сопротивлению. И поэтому сейчас им приходится расставаться с иллюзиями. Это неприятно. Неприятно. Но по-другому и быть не могло. Запад не будет жертвовать собой ради Украины. Это первое. Второе. Запад не будет выпрыгивать из штанов, чтобы сделать из Украины процветающую страну. Это второе. Третье. Запад не будет воевать с Россией из-за Украины. И четвертое. У России достаточно ресурсов и политической воли для того, чтобы не поддаваться на давление со стороны Запада. То есть, по крайней мере, не падать под этим давлением и отставить собственную позицию. Вот всего этого на Украине еще два с половиной года назад почему-то не захотели понять. И, кстати, сейчас они этого не понимают. Не понимали они все 25 лет. Они живут в выдуманной действительности. И в этой выдуманной действительности там происходят всякие выдуманные скандалы, выдуманные интриги и прочее. Единственное, плохо то, что у этих людей в руках оружия. И они могут убивать. Вот это проблема. Сергей Александрович, время нашей программы подходит к концу. Вот, собственно говоря, эти вопросы мы планировали вам задать сегодня. Большое спасибо за то, что нашли время принять участие в нашей программе. Я предлагаю хотя бы раз в месяц созваниваться и обсуждать текущие вопросы. Спасибо большое. Хорошо, до свидания. До свидания. Уважаемые телезрители и радиослушатели, в эфире у нас в гостях был известный политолог Сергей Михеев, с которым мы обсудили текущие вопросы внешней политики, внутренней политики. И, в общем-то, частично обсудили украинский вопрос. Сегодня среда, 26 октября 2016 года. Встретимся с вами в пятницу. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok